Более подробно обсудим эту тему с Олегом Лесным, это вице-президент аналитического центра политика. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Прямо сейчас также вот телеграм-канал Freedom сообщает о том, что Владимир Зеленский прибыл во Францию. Уже опубликуются первые кадры. А также речь идет о том, что Зеленский во время своего европейского турне, он будет подписывать важные договоры, важные документы. Кто-то называет это договоры безопасности, кто-то говорит, что это долгосрочная перспектива по военному сотрудничеству. Олег, объясните, пожалуйста, правильное юридическое название этих документов и как их стоит разделять. И что это, конечно же, в плюсе дает Украине? Ну, я бы сказал, что коррепнее будет звучать, что это договоры в рамках серой безопасности. Потому что гарантии – это вот то слово, которое наши союзники используют очень скупо. И для этого у них есть основания. По большому счету, это уже мы заметили, когда анализировали британский кейс и соглашение в сфере безопасности с этой страной. Поэтому я бы называл эти документы еще и не я, а вообще как бы корректно их называть еще рамочными. Потому что они будут еще наполняться конкретным смыслом в будущем. Но если мы берем немецкий кейс, то мне очень понравилось, что здесь очень много «а здесь и сейчас». В отличие от британского варианта, потому что в немецком говорится о том, что о помощи и сейчас, и в перспективе того, чтобы мы привели состояние своих войск, в том числе на всех уровнях, до стандартов НАТО. И вот действительно договоры о безопасности – это очень важные документы. И вот соглашение с Германией стало уже вторым, по сути, которое Украина подписала после принятия декларации G7 о гарантиях безопасности на полях саммита НАТО в Вельнюсе. И что характерно, этот договор, который был подписан с Германией, тоже на 10 лет. Можно ли говорить, что это такой вот рамочный, до 10 лет, или он будет так же, как и британский, бессрочный даже, пока Украина не вступит в НАТО, как в британском аналоге было написано? Ну, в этом документе такой фразы нет. Но дело в том, что мы понимаем, что все эти соглашения, они не являются отдельными. Они происходят после консультации между странами, и они, как бы, получается, создают такую сферу безопасности, новую даже структуру вокруг Украины до тех пор, пока мы не вступим в НАТО. Потому что каждое из этих соглашений, я прекрасно помню, что вы когда говорили о британском, оно не прекращает свое действие, а переходит в юридическую плоскость уже натовских норм. Поэтому я считаю, что это не замена ни в коем случае вступа в НАТО, но это вот гарантии до этого. И то, что там фигурирует около 10-10 лет, это то, что когда-то озвучивалось, что наши перспективы могут быть по вступлению в НАТО не такими быстрыми, а сферу безопасности во всех планах мы должны вместе с нашими союзниками обеспечивать. Поэтому я считаю, что вот когда все договора будут подписаны, это будет, как бы, такой зонд-не-зонд, но вот ковер безопасности с четко прописанными пунктами, и тогда это будет уже очень эффективный, как бы, механизм, потому что он состоит из многих кластеров британский, немецкий, французский и дальше. Давайте напомним, что британские предусматривают обязательства по обеспечению безопасности на земле, в воздухе, на море. И в киберпространстве, а также в отделении Киева ежегодной поддержки. Украина также планирует подписать действительно такое же соглашение с Францией, вот о чем вы тоже вспоминали, и его могут согласовать уже сегодня в Париже, куда Владимир Зеленский прибыл с визитом после поездки в Берлин. Администрация президента Франции сообщила, что Эммануэль Макрон подтвердит решимость страны и дальше оказывать непоколебимую поддержку Киеву и украинскому народу в долгосрочной перспективе и со всеми партнерами. Ранее Макрон анонсировал, что соглашение о гарантиях безопасности будет включать поставки Украине более современного вооружения, в том числе 40 ракет большой дальности, скальп и нескольких сотен бомб. И снова-таки, видите, здесь тоже формулировки обозначаются вот о гарантиях безопасности, что, собственно, очень созвучно с британским вариантом. Да, немецкий вариант отличается. Но, что важно, эти две страны, Франция и Британия, они действительно стали первыми, кто предоставил Украине дальнобойные ракеты. Стоит ли ожидать, что и этот также будет договор касаться и военно-морских сил украинской стороны и так далее. Вот чего вы ожидаете от французского договора? На сегодняшний день, если верить источникам, пока что не озвучивает, какие компоненты будут. Но то, что это будет очень похоже на британский вариант, говорит о том, что здесь будут и средства противовоздушной обороны, потому что у Франции они есть и нам они необходимы. И я рассчитываю, что будет, если не... Просто я понимаю, что каждый этот договор, он не калька с предыдущего, поэтому здесь будут нюансы, которые, как по мне, по логике, должны закрыть прорехи, которые есть у двух предыдущих. И тогда, как по мне, получится тот ковер безопасности или зон безопасности, можно по-разному называть, вокруг Украины. Поэтому стоит подождать, когда это уже будет подписано, и тогда уже никто не будет, тут рамочные соглашения, никто не будет прятать его, как и немецкий вариант, и британский покажут прессе. И тогда можно будет понять, насколько он действеннее или насколько он уникальнее, нежели два предыдущих. Позвольте также уточнить, насколько это может быть, может улучшить и тактическое положение украинской армии, сил обороны Украины, да и в целом, насколько это может ломать планы Кремля по дальнейшему продолжению так называемой СВО. На нынешний момент это сигнал не только нашему обществу, что мы не одни, но точно так же сигнал для Путина, что никто не отказывается от своих обязательств. И что это все-таки не Будапештский меморандум, который, по большому счету, скажем так, не оправдал себя. Поэтому идет новая философия. Да, здесь в рамочных соглашениях не всегда есть та конкретика, которая нужна. Но вот в немецком, например, варианте, который уже можно анализировать, там указано, и в британском, кстати, указаны конкретные суммы финансовой помощи. Это очень важно, что это здесь и сейчас, по большому счету. И в германском варианте, если я не ошибаюсь, если сложить помощь в 2022 году и в 2023, то это будет меньше, нежели Германия сейчас готова нам дать. Следовательно, я думаю, по французскому варианту тоже должен быть один из элементов, потому что нам необходима поддержка, особенно на фоне того, что Соединенные Штаты пока что пробуксовывают. Я говорю пока что, потому что все-таки надеюсь, что они тоже, во-первых, с нами подпишут тоже такой же договор, потому что у нас были иллюзии или ожидания, что именно Соединенными Штатами мы подпишем первое такое соглашение. Но история распорядилась по-другому, но динамика меня устраивает, и очень важно, что это происходит именно сейчас, потому что есть некое такое беспокойство и в нашем обществе, и в европейском обществе, что дальше делать, как быть в такой ситуации, когда не поступает американская помощь. Здесь, мне кажется, что очень важный сигнал еще один, который можно прочитать между строчек, что лидеры Европы берут, и государства, которые хотят и есть лидерами Европы и Европейского Союза, они берут на себя ответственность и понимают, что это война, и понимают, если брать немецкий кейс, что нужно помогать до тех пор, пока мы не восстановим свою территориальную целестность, пока мы не возобновимся полностью. И точно так же там очень важно, я хочу, чтобы во французском варианте, надеюсь, будет тоже упоминание о том, что российские активы должны быть заморожены до тех пор, пока Россия нам не выплатит то, что она сломала, то, что она убила. И по большому счету есть и другие варианты, чтобы эти деньги все нам были перечислены, но вот эта тенденция должна быть и, как по мне, и во французском варианте. И вот все-таки еще давайте, знаете, обратим внимание на то, как сейчас в принципе архитектура безопасности в мире в целом меняется, и, конечно же, не без прямого участия Украины, не потому что она стала жертвой нападения Российской Федерации, а, конечно же, благодаря тому, что предлагает новые модели и новые решения, и даже где-то частично подталкивает тоже НАТО к реформам, и они это тоже делают, да, вот даже уже говоря о том, как они собираются защищать свои границы, они уже пересмотрели эти пункты. Так вот, давайте еще и посмотрим, как отдельно страны Европы задумываются о своей безопасности. Вот меморандум об укреплении украинской противовоздушной обороны и подписали на этой неделе партнеры страны на 19-м заседании контактной группы по обороне формате Рамштайна, и в рамках встречи некоторые государства также заявили о новых обязательствах перед Украиной. В частности, Нидерланды присоединились к коалиции беспилотников. Давайте услышим. Есть проблемы технические, но, тем не менее, понятно о желании Нидерландов присоединиться к этой коалиции и не только этой страны. Как вы считаете, вот эти все новации, которые несут с поля боя реалии, насколько они сейчас подстегивают Европу в первую очередь реформироваться изнутри, даже не в рамках НАТО, а каждая страна, которая пересматривает свою безопасность, учитывая, что после тех же заявлений Трампа о той нестабильности, которая может возникнуть с изменениями в Соединенных Штатах, и что на НАТО не особо рассчитываете, вот на сколько сейчас и сколько лет им нужно, кто-то говорит, около 10 лет только, чтобы пересмотреть свою стратегию безопасности страны. Как вы считаете, насколько они сейчас озабочены собственной безопасностью, в первую очередь? Дело в том, что война — это страшное событие в любой стране, но это двигатель прогресса, по самому теле. И украинская война, она показала Западу, что никто не был готов, как бы не рассказывали, к такой войне и к такому сопернику, который думали, что с ним легче торговать, чем воевать, и его это будет устраивать. Нет, Путин уже сейчас не прячется, он говорит о своих амбициях, которые далеко выходят за рамки Украины. И поэтому я считаю, что 10 лет — это, конечно, замечательная цифра, и это можно сделать не спеша, но где гарантия, что Путин будет ждать 5-10 лет, пока Европа подготовится к войне с ним, и тогда будет нападать. Легче и прагматичнее, и дешевле помочь Украине именно сейчас, чтобы Путин закончил свой путь именно здесь, и Украина выполнила свою историческую функцию по дефрагментации или фрагментации Российской Федерации. Но то, что эта война показала каждой из европейских стран, что в какой-то период, получается, каждому придется воевать самому за себя. И поэтому, когда они создают коалицию, кстати, Германия тоже в своем соглашении к программе «Беспилотник», она тоже подключилась, и это очень важно, потому что теперь перепрошивается и НАТО, и каждая отдельная страна в плане использования именно таких технологий, потому что война в Украине показала, что беспилотники – это очень важный и иногда даже решающий фактор. Поэтому мы даем Европе время для того, чтобы они, во-первых, смогли нам качественно помочь, а во-вторых, сами перестроились, и перестроили именно сферу безопасности, определились с единством в своих взглядах и в отношении даже врага и, скажем, методов борьбы с ним. Потому что ось зла, в отличие от демократической оси, она сейчас консолидируется, обрастает мясом другими такими полутеррористическими организациями, которые смотрят, не слаб ли Запад, чтобы использовать это в своих интересах. Поэтому сейчас время – это не только деньги, но и возможность выжить для Европы. И поэтому она должна понять, что проще, опять же, я подчеркну, дешевле эту историю закончить с Путиным, именно помогая Украине. Спасибо вам, Олег, за ваше время. Для нас напомню нашим зрителям Олег Лесный, вице-президент аналитического центра политика, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова